Друзья, только вы сейчас посмотрели видео про кроликов, и вы слышали, как вот этот падла по кличке Мэри кричала, визжала, пищала, чтобы я с ней поговорил. Как только зашел в козовник, она сразу же замолчала, что и требовалось заказать. Давайте мы сейчас их тоже угостим еловыми веточками. Ну на, ты же хотела, ты же так кричала, что где мой хозяин, я так по тебе скучала, я не видела тебе целых два часа, пока ты в лес ходил. Друзья, я ходил в лес, я гулял, наслаждался прогулкой, вот. Потом зашел домой, попил чаю, и вот пришел к ним сюда. Бусяй, мне твое поведение не нравится. Прямо такая, после родов, она сейчас дает очень много молока, прям так, прям исхудала. Хотя проколота все витаминами. Ты что, не ешь-то? Ну вот да, доставай отсюда. Ну ничего, трава будет откормиться. Маркиза, ну что вы, какие все злы дни-то, а? Ну почему вы не можете жить дружно? Мэри вообще козленок маленький, еще. Имей уважение. На. Взяла, уронила. Так. Всем хватит, я принес очень много. Но я принес кроликам и козам, опцам не принес, честно сказать. Для овец так много, что для них нужно прямо отдельный поход в лес организовывать и собирать не один мешок, а два мешка. Господи, Буся, ты разломаешь мне скоро все загоны. Ну веди себя, пожалуйста, поприличней. Буся, ты слышишь, кому я говорю? Что за поведение у тебя агрессивное? Буся? Ага. Ага. Маркиза скоро в феврале будет рожать. Черничка. Ой, друзья, сейчас так вкусно пахнет, и вы просто бы чувствовали бы этот обалденный запах. Вам туда накидаю. На тебе. Оп. Доставайте, доставайте оттуда. Ох, и козленочек-то прямо уже елочку хочет попробовать. Вы только с полу что уроните, тоже все подъедите. А то я вас знаю. Накидают на пол, а потом есть не едят. Черничка тоже скоро будет рожать. И знаете, дорогие мои друзья, в этом году козлята все рогатые. А, конечно, я бы хотел иметь комолых коз, потому что это безобидные животные. У них нет такой агрессии по отношению к своим сородичам. Вот хорошо баранов держать. Мне они очень нравятся. Стоят, в стенку смотрят, мультики видят. Ой, живут, не дерутся. Красота. Козы, это что-то с чем-то. Нужно учитывать, кто с кем дружит, кто не дружит. Да, они на месте не сидят. Они выламывают калитки. Вот, орут. Все. Удели им внимание. Такие прямо как люди, как дети. Кого-нибудь не с тем поставишь, так они убьют друг друга же ведь. Во, во, даже там мама с дочерью и то. Давайте красную мамку включим. Даже мама с дочерью и то бывает. Нет, нет, начнут драчки устраивать. Белян. Вот Белян. Вот коза, которая имеет рога. Вот, Беляна, ты будешь иметь дело со мной, если будешь так себе плохо вести. А? Знаете, такая сейчас прямо ситуация с ней нехорошая. Она не покрывается. Вот сейчас свозили ее в город. Козлу, Спартаку. Посмотрим, может быть, что-то в этом браке получится. Потому что она должна была быть сейчас в декабре четвертым окотом. Но не покрылась. Все, что-то давай перегуливать, перегуливать. И никак. Ну, посмотрим, что будет у нее с козлом с другого хозяйства. А то придется тебе убрать хулиганка. Она даже, видите, она так дралась, что сломала рог. Что она, что дочь. Надеюсь, черничка такой не будет. Вот даже фиалочка сейчас где-то на... Ах, что тут есть мои штаны? Подуванчик. Сено ешь. А он из штаны мои здесь. Вот где-то тут сейчас спрятался фиалка. Вот она, забеляный стоит. Вот такая козочка хорошенькая. Ой, зевает. И у нее тоже растут рожки. Представляете? Жалко, конечно, жалко. Ну что, вы все съели или все на полу разбросали? Вот, видишь, валяется. Подъедай. Друзья, вот коза такая собака хитрая. Вот все, что упадет на пол... Ааа, нет. Они уже не едят ни сена, ни еду, ничего. Ни какие-то вкусняшки. Все, что валяется на полу, приему пищи не подлежит. Давайте-то скушайте, я вам новых еще положу. Еще потом осталось немножко. Вот они вот здесь вот. Ешь, Мэри. Ты же так звала меня. Ты же так хотела со мной пообщаться. Сережки у тебя какие. Глаза. Сережки. Глазки инзумрудные. И у тебя, и у тебя прям. Какие уши. Тоже все на полу. А какие зубки-то. Ой, острые. Вот Адель тоже от нашего Романа не покрылась. Тоже свозили ее в Кимржу к другому козлу. Сто процентному нубийскому. Вот, посмотрим, что тоже получится у них вот в этом браке. Она должна будет родить у нас уже летом. В мае. А Беляна в июне. Плохо. Вот, конечно, в этом году очень получилось, что Роман очень рано покрыл молоденьких девочек. Это вот Мэри, это Беляну. Там в загоне Марго, Цилю. Очень рано это, конечно, не дело. А большие козы остались непокрытые. Очень, конечно, печально, потому что в сезон я иду с очень небольшим количеством молока. Что меня очень, конечно, печалит. Это вот Буся будет доиться. Это вот будет доиться Маркиза. Варя в бытовке сейчас живет. Ой, Варе нужно дать. И вот первокотка Милка. И Мэри. Но слава богу, что симочку мы вылечили. И может быть она тоже будет давать нам молочко. Но молочко... Ну вот все раскидали. Но молочка она дает так мало, что ее козляткам не хватает. И я их подпаиваю, как и мышь из бутылочки. Так, пойдемте, дадим... Одуванчик! Одуванчик! Одуванчик Амолой! Пойдемте, дадим Варике еще листочек. Ой, все кричат, все кричат. Так, вот мы зашли к нашей Варе. Варя, как тебе в таких... Мышь кричит, мышь! Сейчас я тебе напою молочком, еще не время. Вот, друзья, кролик Рекс, будущий отец. Он хороший, он проверенный, который будет давать нам прекрасное потомство. Так, это мышь, сейчас мы ее тоже с вами отдельно покормим. Это вот инвалид, у которого болит копытца. Да, это вот... Это хрюшечки! Где? Где пятачок? Где пятачок у поросенка? Так, все, не отвлекаемся. Это коты. Не отвлекаемся. Да, Варечка. Варечку давайте угостим. Веточками. Что-то не вытаскивается, как разло. На. Так, никак тебе бороду не подстригу. Еще что-то забываем. Ой, смурфик как бегает. Ой, 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 козлина-то какая. Ой, как пахнет. Вы бы это слышали. Вообще. У всех глаза какие-то изумрудные. На, вот это вот. Опа. Так, давайте там сенник тоже накидаю. Ты из сенника повытаскиваешь, хорошо? Простите, но никак мне неудобно из мешка вытаскивать одной рукой. На, вот сюда, смотри. Вот сюда тебе кладу. Вот так вот. Вытаскивай. Вот. Молодец. Ну вот, друзья. Вот такие наши козочки хорошенькие. Вот мы их укостили с всех витаминчиками. Зимой это очень-очень нужно для их здоровья. Также я купил на Валберсе много разных витамин, энергетических коктейлей. Вот поочередно-поочередно их всех пропаиваю. Я вам скажу больше. Это действительно помогает. И у них даже увеличились удои. Вот. Что не может, конечно, не радовать. Если вам будет интересно, то пишите в комментариях, снять ли на эту тему ролик. Обязательно сниму и все вам расскажу. Поделюсь с вами этим опытом. Ну все, друзья. Еще раз всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Ведь именно вы поможете нашему процветанию. Все. Всем пока-пока.